Дарья Паскарюк Фризона и площадь не менее 150 квадратных метров. Открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Не прекратили работу предприятия непрерывного цикла, энергетики и коммунального хозяйства. Кроме этого, в республике объявлена обязательная самоизоляция для старшего поколения. Для тех, кто старше 60 лет и не прошел вакцинацию. Тем временем в Чувашии продолжается вакцинация против ковида. Так, в Чебоксарах показатель привитых жителей вырос и достиг почти 56%. План вакцинации для столицы республики 328 804 человека. Уже привито около 184 тысяч горожан. Однако этого количества недостаточно для формирования коллективного иммунитета, отметил исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Петров. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу по вопросам распространения COVID-19. В Новочебоксарскую городскую больницу поступили кислородные концентраторы. Перепрофилированный стационар для лечения больных коронавирусом получили 25 новых аппаратов. Они используются для оказания экстренной помощи при легочных и сердечных заболеваниях. В настоящее время кислородные концентраторы жизненно необходимы для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Они дают возможность больным дышать и при этом находиться в обычной палате, а не в реанимации. Медики отмечают, от окружайшей обстановки во многом зависит настрой человека и скорость выздоровления. Приближается один из главных государственных праздников – День народного единства. В период локдауна отметить его масштабно не получится, но он незамеченным тоже не пройдет. Объединение библиотек города Чебоксары представляет программу онлайн-нероприятий. Принять участие в тематических мастер-классах, марафонах и викторинах можно будет уже завтра. Так в сообществе Центральной городской библиотеки имени Маяковского виртуальный исторический альманах в увлекательной форме расскажет о событиях 400-летней давности и истории праздника. Удивит читателей и детская библиотека имени Степанова. Каждый желающий сможет принять участие в виртуальном путешествии по разным регионам России, во время которого познакомится с народами, их культурой, обычаями и национальными играми. Программа рассчитана на два дня. От Сахи до современных машин. Научно-технический музей истории трактора отметил свое десятилетие. Шесть основных залов в подробностях демонстрируют эволюцию тяговой силы. Сейчас на площади в 3000 квадратных метров собрано свыше 5000 экспонатов, в том числе и уникальные макеты, чертежи и фотографии. В отдельном зале располагается одна из крупнейших в мире коллекций миниатюрных копий тракторной техники, насчитывающая 700 моделей. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале Россия.